привет представьте пожалуйста как тебя зовут и из какого города ты приехала привет меня зовут Ольга я приехала из Санкт-Петербурга ты приехала из одного из самых красивых городов мира по-моему в десятку да входит мне кажется я приехала из одного красивого в другой красивый в другой красивый да мы в Красной Поляне здесь конечно невероятно красиво я каждое утро просыпаюсь и просто вот думаю слава богу что я могу все это видеть да очень красивая локация ты приехала на ретрит который был на побережье потом на перезагрузку и это было заранее запланировано сразу или ты во время ретрита приняла решение что я как бы сначала думала что поеду я или не поеду то есть у меня было такое подвешенное состояние не было решения до точного решения не было но потом процессе я поняла что я хочу поехать и сейчас я могу сказать совершенно точно что если бы я сюда не поехала то ну это была бы неполная вот неполная вот все кто едет я могу сказать что нужно сразу планировать ехать сюда даже если да да обязательно даже если там но бывает как-то сложно иногда сложные моменты и состояние если там ну кто-то на голос заходит и как бы да было немножко такая головная боль все это но вот если я сюда не знаю вот я сейчас просто вообще другой человек другой я возвращаюсь сегодня домой просто новый ты довольна я очень довольна скажи а что было ключевым таким моментом во время ретрита что ты решила что да я поеду на перезагрузку тоже но у меня не было как бы чувство как бы завершенности что ли и мне не хотелось ехать домой вот и я думаю нет я поеду вот как бы ни было я поеду и сейчас я понимаю что это настолько было правильным решением что я поехала сюда просто как завершение вот прям вообще шикарно олечка расскажи пожалуйста ты давно знаешь свету смотришь за ее деятельностью свету не так давно знаю где-то возможно в начале лета я только ее встретила так сказать как нашла на просторах интернет просто я стала интересоваться вот именно этой тематикой автономия почему как ты к этому пришла что в этом привлекательного для тебя ну вообще хотелось конечно здоровье свое поправить вот и как-то вот так вот я смотрела многих авторов но остановилась на светлане вот подписалась на ее канал мне захотелось поехать я все лето смотрела на ваши ретриты были дела свои я решила что но вот осенью прямо то что надо я готова какое качество света привлекло как-то выделила ее среди других авторов ну на мой взгляд света очень она она откровенная она простая она не рисуется вообще вот она такая какая она есть и она и в эфирах такая и она в жизни такая то есть вот то есть ты приехала увидела сейчас ее в жизни картинка прям ожидания с реальностью совпали да вообще да да нравится то что она говорит и как все это вообще проходит очень непринужденная атмосфера как вообще у тебя был какой-то запрос вообще свой когда на ретрит ехала была мысль в чем ты хотела бы получить расширение или ответы но вообще что-то как ты себе это все равно не знаю я никак себе вообще не в том-то и дело не представляла потому что это что-то такое новое когда ты что-то знаешь ты имеешь какое-то представление тут я ехала и думаю вообще не ожидает но наверное я этого и хотела чего-то такого расширения того чего я не знаю я его получила ретрит проходит преимущественно в зале да это все-таки много времени когда мы сидим разговариваем люди рассказывают свои ситуации которые свет разбирает как для тебя был этот процесс насколько для тебя было полезным слушать истории разборы других людей но это полезно в любом случае в любом случае ты историю других людей находишь какие-то свои моменты это в принципе видела себя да да в некоторых моментах я видела себя и я как бы то есть прорабатывается человек вроде бы как они страны смотришь и у тебя внутренние процессы происходят все то же самое до своей это сто процентов ты сказала что приехав сюда для тебя произошло вот тут вот именно здесь да какой-то вот щелчок да что ты другая что ты наконец-то чувствуешь что это вот комплит да что у тебя есть какое-то завершение а что здесь такого произошло ну я вот об этом думала и наверное там было как знаешь это вот как в йоге сначала ты напрягаешься где-то позе а потом у тебя в конце шавасана а да и там у меня было напряжение потому что я там зашла как бы на сухие да у меня вот это ну такое состояние сколько дней там дело числа на сухих три дня было вот но это пока что на данный момент мой максимальный силу вот и там было такое вот напряжение вот я ходила там вот во время перерывов на море гулять но тоже как бы хорошо все было но напряжение вот это было а сюда я приехала здесь пришло вот это расслабление какое-то ну место другое как-то здесь немножко по-другому все стало группа стала меньше и но в общем не счастлива кстати вы знаешь хорошо что ты про этот опыт сейчас рассказала потому что мы про него ведь и на ретрите тоже говорили люди когда едут на ретрит часто спрашивают а мы будем депривировать а мы будем выходить на сухие и да это можно делать и действительно в поле светланы возможно прочувствовала что это ну легко да но вот эти практики которые для нас все равно дают какое-то напряжение они иногда отвлекают нас от процесса до порати послушать и возможно что вот эти практики они действительно больше для какой-то индивидуальной работы уже в жизни ты можешь как бы внедрять чтобы не отвлекаться на это напряжение во время ретрита возможно и так вот ну тут такие вот вещи конечно ну как бы можно и так можно и так смотря что хочешь тренировать ну ты вот сейчас рассказываешь про то что ты когда расслабилась немножко да в более привычный образ жизни вошла те стало легче да какие-то процессе тела тела перестала как бы отвлекать отвлекать состоянием этим телесным состоянием ну да опять же таки одно дело если мы например не едим и это легко а другое дело если это все равно для нас как бы какой-то новый опыт да так как я же в начальном этапе то для моего тела пока еще это такое да испытания испытания да да как для тебя прошли практики вот был у нас бубен и регресс может быть какие-то еще другие это что-то вообще с чем-то потому что это было впервые в моей жизни никогда как бы я таких ощущений не испытывала вот бубен это вообще очень мощная штука это просто вообще ну да тут пол отеля у нас по моему тут отель мне кажется сотрясался весь отель прочистил а для тебя как это прошло какие ощущения были почему такие ну я не знаю почему я даже не ожидала что у меня такие внутренние какие-то ощущения будут потому что но где то я тоже видела там где-то там бубны вот это там где-то в ю тубе не знаю но когда ты это где-то смотришь это и когда ты внутри как бы процессе в этом находишься это абсолютно две разные вещи как тебе было внутри этого процесса что тебя так зацепило Ну, я не знаю, эта вибрация, она тебя как пронизывает, прям все тело, и вот самые первые, на самой первой практике мне пошли слезы сами по себе просто, тело, и причем ты как бы даже это не можешь не контролировать ничего, оно просто само происходит, да. Это еще на ретрите, да, в самом начале? Да, еще на ретрите, еще в Нараяне, когда вот это самое первое, самый первый раз я услышала вообще этот звук внутри себя. Ну, у Светланы такой мощный вибрационный бубен, он прям действительно до костей пробирает. До костей прям пробирает. Здесь на поляне, на перезагрузке Светлана проводила регрессы. Как для тебя прошел регресс? Ну, это тоже был для меня вообще абсолютно новый опыт. Это было интересно очень, да. Смотрела кино про себя? Ну, у меня на самом деле обычно бывают, ну вот, более яркие кино в моей, не знаю, на моем внутреннем экране, скажем так. Здесь это было немножко по-другому как-то, не знаю. Как-то оно у меня немножко так мелькало, то есть, то нету, но я видела, да. То есть, что-то удалось из этого процесса ценное взять, из регресса. Понимаешь, как с этим работать дальше? Я хочу как раз сейчас, наверное, на прощальную завершающую встречу у Светланы поинтересоваться, что с этим дальше делать, потому что я вчера об этом думала, но вчера не хотела уже Светлану беспокоить. То есть, возникли вопросы? Да, да. На самом деле это очень интересно, потому что чем дальше идешь, тем больше вопросов появляется. Есть. А я еще думаю, что там будет дальше, когда я вернусь, у меня начнут там, какие-то распаковки начнутся по-любому. Ну, а сознание, да, в любом случае будет как-то встраиваться в наше обыденное состояние сознания. Олечка, я всем, кто оказывается перед этой камерой, предлагаю отправить напутствие самой себе, той, которая посмотрит это видео, когда-то, случайно, на канале Светы, в какой-то день. Что бы ты хотела из сегодняшнего дня отправить и напутствовать сама себе в тот момент? Что-то ценное, что сейчас у тебя есть? И не хотелось бы это потерять? Сейчас у меня вот прямо в моменте есть ценное, это мое состояние, с которым я вот сегодня буду покидать Красную Поляну. Давай зекорим его. И вот это состояние, если вдруг когда-то мне станет грустно, я хочу его прям вспомнить и сразу, чтобы все наладилось, как говорится. Знаешь, как я счастлива, когда видишь, что передо мной стоит человек, который тоже говорит, я счастлив, я наполнен. Я наполнена полностью, я вообще, это первый мой такой вот опыт, и я полностью довольна. Довольна? Довольна уезжаю отсюда, прям, довольна? У меня, как бы, довольство вообще собой, что я вообще себя сюда привезла. Я очень благодарна Светлане за то, что она делится собой, вообще, своими знаниями, опытом своим, потому что это самое ценное, что может быть в жизни человека. Как ты считаешь, для кого ретрит вообще, кому сюда стоит приехать и потратить это время и свои ресурсы на то, чтобы вот вложиться вот так именно в себя? Да. Есть же масса других способов, как вложиться в себя, но в том-то и дело, что просто уже многие способы были мною перепробованы, и я как бы человек, не знаю, как в вечном поиске. Ну, не в вечном, конечно, он когда-то закончится. И раньше, когда я какие-то вещи делала там, ну, тоже что-то изучала, у меня не было какого-то удовлетворения, что ли. Сейчас, ну, я понимаю, что большой путь впереди, прям. И для кого ретрит? Для тех, кто ищет расширение себя, для тех, кому стало в своих рамках, вот, обычных, обыденных, тесно, он понимает, что он, ну, когда человек уже начинает видеть день сурка в жизни своей, что, в принципе, все одинаково, и ему уже как бы становится неинтересно. Тогда, да, надо расширяться, надо ехать. Сто процентов. Сделать этот шаг. Да, надо делать этот шаг. А как по-другому? Конечно. Я благодарна тебе и буду очень рада, если ты присоединишься к нам в наших следующих путешествиях, которые будут в этом году. Будет снова Алтай. Я думаю, что мы еще встретимся. Да, будет Архиз. Мы опубликовали уже расписание, можно будет посмотреть и присоединиться. Снова в горы какие-то новые трансформации вместе. Уже с новыми людьми, новая группа. Спасибо тебе большое. Вам спасибо.